Здравствуйте, у нас на прямой связи журналист, телеведущий, автор YouTube-канала и предприниматель Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Начну сразу с вопросов, которые наши зрители прислали в Телеграме. И вот Виктор у вас спрашивает. Дмитрий, вы неоднократно говорили, что война закончится в этом году. На основании чего вы делаете такие выводы? И спасибо за ответ. Я продолжаю так считать. Я сразу хочу сказать, друзья, я не Нострадамус, не Ванга, хотя я не верю в Нострадамуса, в его предсказания, я не верю в предсказания Ванги, а я могу так говорить, я у неё был в 1991 году в гостях, провёл с ней 45, где-то 50 минут. Тем не менее, я просто имею большое количество информации из разных источников и просто эту информацию анализирую. Источники мои очень простые и понятные. Это открытые источники, украинские, российские, западные. Это источники в украинских спецслужбах и в западных политических кругах. И, в общем-то, всё источники также среди высокопоставленных украинских военных, политиков и так далее. Поэтому, исходя из того, что я знаю, я говорю о том, что война в этом году закончится. Если вы хотите, чтобы я объяснил, почему я это сделаю, пожалуйста. Значит, первое. Первое. Мы видим пять игроков крупных. Украина, Россия, Евросоюз, США и Китай. Это пять крупных игроков, так или иначе, вовлечённых в российскую агрессию против Украины. Все пять игроков критически устали. Начну с нас. Ну, мы устали, у нас истощена энергетика, у нас проблемы с экономикой. Спасибо Западу, он не даёт погибнуть. У нас проблемы с вооружением. Жаль, что Запад не даёт вооружение, оружие в полном объёме, как мог бы дать. Спасибо за то, что дал, и жаль, что не даёт в полном объёме. У нас, ребята, наши герои находятся годами на передовой. Это выматывает, это ужасно. У нас миллионы людей находятся за границей Украины. У нас миллионы внутренних переселенцев. Это тяжело для общества, для людей. Что общество? Для людей тяжело находиться в таком состоянии долгое время. Я вам скажу о себе. Я человек, в общем-то, морально устойчивый, психически устойчивый. И меня трудно вывести из себя. Но два с половиной года в таком напряжённом режиме и графике, когда ты засыпаешь с новостями, просыпаешься с новостями, когда постоянные ночные тревоги, обстрелы и так далее, ну, это выматывает, когда семья далеко. Это всё выматывает. Это Украина. Теперь идём к Соединённым Штатам и к Евросоюзу. Ну, они теряют деньги большие. Они находятся в состоянии, когда они не зарабатывают большие деньги. Они же любили, особенно Евросоюз, Россией торговать. У них было всё так красиво, всё так налажено. Большой бизнес наверняка высказывает правительством претензии по этому поводу. Ему же всё равно большому бизнесу. Он циничен и беспощаден. Кроме того, есть политические проблемы у многих лидеров, которые открыто поддерживают Украину. Того же Макрона, смотрите. Плюс неопределённость, это я бы сказал, к проблемам Украины, неопределённость в том, кто станет президентом США. И чего в случае победы на президентских выборах в США нам сдать от Трампа? Того никто не знает. Я боюсь, что это не знает даже сам Трамп. Теперь Китай. Я Россию закончу. Китай. У Китая свои большие проблемы. Конечно, в идеале… Да, какие проблемы? Ну, экономические. У Китая сейчас обвалится строительный бизнес, и вообще экономика может накрыться медным тазом. Конечно, в идеале Китаю было бы здорово, чтобы Соединённые Штаты и Евросоюз схватились с Россией, и все бы ослабели. Тогда Китай бы выиграл на этом. Но поскольку так не случилось, и наверняка не случится, китайцы понимают, что они уже тоже теряют, и надо что-то с этим делать. Ну и, наконец, Россия. В России ситуация плохая. Как бы они ни пыжились, и что бы они ни рассказывали, эти недочеловеки. Но с экономикой швах. Она трещит по швам. То, что у них показатели высокие экономические, так это показатели ВПК, которые работают в три смены. В России убиты сотни тысяч людей, сотни тысяч ранены. И это уже не может не сказаться на общем настроении общества, потому что люди видят гробы и видят коллег и инвалидов на улицах своих городов. И страх это всё равно внушает. Страх перед тем, что их отправят туда, в мясорубку. Россия — изгой. Россия находится под большими, внушительными санкциями, которые, конечно, я считаю, могли бы быть намного большими. Тем не менее, и эти санкции, которые она вроде научилась обходить, они наносят болезненный вред российской экономике. Я считаю, что там вообще скоро с авиацией будет большая беда. Будут падать самолёты, и будут разбиваться самолёты, и будут полётные происшествия одно за другим. Потому что бог не фраер, и ситуация с запчастями, с обслуживанием самолёта, ваховая просто. Я имею в виду Боинг и Эрбаса. В России обострилась борьба элит, потому что как ни крути, какими бы они оголтелыми фашистами не были, а они в массе своей оголтелые, конченые фашисты. Тем не менее, вы представьте себе какого-нибудь министра или какого-нибудь крупного политического деятеля России до февраля 2022 года. Ну, слушайте, жизнь удалась. Награбил огромные бабки в России. Они же как привыкли грабить в России, прожигать за рубежом, откладывать за рубежом. На Западе, на Западе. Тем не менее, они любят его всей душой, хотя рассказывают, что любят Россию. Они грабить Россию любят. Они там любят бабки воровать. А дальше счета на Западе, жёны-любовницы на Западе, дети на Западе, вся жизнь крутая на Западе, самолётом частным сели, полетели. И вот этот подонок Путин их всего этого лишил. У них это всё было. Это не их идея, прийти в Украину, забрать территорию. Нахрен это им надо. Им надо бабки делать в России. Он, человек, которому имперская моча ударила в голову на фоне высочайших цен на нефть, на фоне такого кайфа финансового, он вдруг подумал, что теперь пора уже завоевать Украину. и пошёл на Украину нашу войной. Они пострадали очень сильно. Это не может не накладывать отпечаток на их психику, на их отношение к Путину. Я уверен, что они его все, все ненавидят, потому что он лишил их кайфа в жизни. Поэтому там обострение тоже внутривидовой борьбы. Кроме того, Северный Кавказ, он всё равно полыхнёт. Или сейчас, или позже. Он не может не полыхнуть. Так карты сложились просто. Поэтому это тоже, видите, Россия слабеет. На слабеющего льва по законам леса наваливаются не только гиены и шакалы. Уже зайцы будут его гладать в кости, потому что он ослабевший. Россия слабеет. Перспектив никаких. Техника заканчивается военная. У нас успешно, наша армия дронами выбивает и трощит всю эту рухлядь. Инноваций никаких. Наука в Европе. И на фоне всего этого понимание, что надо заканчивать. Но разное понимание у Украины и разное понимание у России. Украина хочет справедливого мира. И Зеленский не раз об этом говорил. Россия хочет передышки, закрепить своё присутствие на оккупированных землях. И пока будет эта передышка, извлечь уроки из неудач, сосредоточиться, накопить силы и с новыми вооружениями и человеческим ресурсом опять пойти войной на Украину. Эта мразь Путин не успокоится, пока или он сдохнет благодаря молитвам миллионов украинцев, или пока он не попробует снова завоевать Киев, Одессу, Харьков, Львов. Это всё сказки, что ему нужны Донбасс и Крым. Ему нужна вся Украина и Киев в первую очередь. Вот, исходя из того, что я сейчас обрисовал, исходя из того, что я не могу рассказывать, я убеждён в том, что война закончится в этом году. Ещё вопрос из Телеграма спрашивает о том, как вы отреагировали на срок, который заочно вам присудил российский суд. Понятно, что у вас большой опыт, вы и инагент, и объявлены там просто огромный список. Но, тем не менее, вот информационный повод — это заочное решение суда. Какая-то реакция у вас была на это? Эмоциональная. Вы знаете, да, я признан там и террористом, и экстремистом, и названный на агентом, и заочно арестован Басманным судом Москвы. И дважды, не один раз, дважды объявлен международный розыск. И вот сейчас они мне дали 14 лет ещё заочно. Ну, я на них высрался, я вам скажу честно. Что ещё ответить? Чихать я на них хотел. Это страна фашист, страна нацист, страна изгой, которая напала на мирную Украину, Украину, которая красиво жила, никому не хотела зла, занималась собой. Это бензоколонка вонючая, сама жить не умеет и хочет, чтобы не жили другие. Поэтому какая у меня может быть реакция? Никакой ровным счётом. Я горжусь этим. Я горжусь, что я получил от них такой комплекс мер, которого не получал за всю историю Украины, независимо, ни один человек в Украине. Вот я горжусь, что они мне дали такие ордена, можно сказать. Конечно, они мне осложнили жизнь этим. И в плане безопасности личной, и в плане передвижений по миру. Потому что эти розыски, эти сроки, я не могу ездить теперь, когда закончится война. Я ни разу не пересекал территорию, границу Украины, не покидал территорию Украины за всё время полномасштабной войны. Ни разу. Но когда закончится война, и я захочу куда-то поехать, я, естественно, буду понимать, мне уже дали подробную инструкцию, я понимаю, что могу посетить очень-очень-очень ограниченное количество стран. При этом я должен прокладывать маршрут таким образом, чтобы не пролетать не только над территорией России, но и над территориями стран, которые при экстренной посадке самолёта могут выдать меня Российской Федерации. Поэтому я это учитываю, естественно, вот, но больше эмпоции у меня нет никаких. А вы знаете, что самый лучший подарок это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Ну, вы вот как раз вот этот парадокс Гордона в том смысле, что вы гражданин Украины и иностранный агент в России, поскольку мы смотрели по российскому законодательству, ну, потому что есть, да, а всё-таки иностранного агента можно присудить только гражданам России. Вот это уникальный случай. Ну, слушайте, ну, они бесятся, их плющит просто, они сильно переживают. Причина же проста. У меня только на двух ютуб-каналах моих, гостях у Гордона и Дмитрия Гордона, более 7 миллионов подписчиков. А ещё миллионы. Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, Телеграм, а ещё примерно полтора миллиона в день уникальных пользователей заходят на сайт Гордон. Это более 10-11 миллионов подписчиков на моих платформах. Это медиа-империя. И, естественно, миллионы людей, которые читают и смотрят мои платформы, живут на территории России. И, естественно, это всё информация правдивая, честная, откровенная, которую я даю, она заставляет мозги многих россиян начинать думать хотя бы о том, что происходит, переставать смотреть Соловьёва, Скобееву, Попова и прочую херню и начинать просто думать, а что произошло, а почему Россия напала на Украину, а почему нам рассказывают, что Украина напала на нас вместе со странами НАТО, а почему погибают люди вокруг, сотни тысяч, а почему мы убиваем украинцев, мы же говорили, что это братский народ и так далее. Поэтому, конечно, они не истовствуют, им больно, да и хер с ними. Но для вас важна российская аудитория, вот этот диалог или возможность, по крайней мере, донести информацию до большой российской аудитории? Для меня, безусловно, важна российская аудитория, потому что я вам хочу сказать, в массе своей россияне, конечно, конченые люди, в массе своей, не все. но большинство агрессивно, зло и просто оболванено, потому что они поддерживают Путина в массе своей, они не протестуют против этого безумия, против войны, которую он развязал, они ходят с троем, дети ходят, маршируют с троем в этих буквах «З». Это вообще, кстати, хоть один русский задумался над тем, как эта недоармия, которая пришла к нам колоннами старой рухляди, которая пришла нас убивать и захватывать, почему на этой всей рухляди, на этих танках, БТРах, БМП были надписи нерусскими буквами? Почему буквы «З» нарисовали, «В» нерусские? Что это такое? Это какой фашизм вообще? Что это? Что означает? Я очень хочу, чтобы мне кто-то объяснил, что означает буква «З»? Вот что это? Русская армия недоделанная, вы пришли к нам, что означает буква «З»? Это «Зора», это что? Я не понимаю, честно, и никто из русских мне не объяснит этого. Поэтому, конечно, я рассчитываю на то, чтобы пробудить какую-то часть аудитории, чтобы достучаться до оболваненных голов, мозгов, и чтобы они начали хоть думать чуть-чуть. Это очень важно. Тут как раз еще наши зрители спрашивают, а кто из российских звезд, музыкантов, писателей вам сейчас наиболее интересен, и с кем вы хотели бы и готовы были бы поговорить? Ну, это, конечно, те люди, которые уехали из фашистской России и находятся на Западе. Да те же Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Артур Смоленинов, да много, много людей, которые оказались просто честными людьми. Это так просто на самом деле оказаться честными людьми, и все. Так просто и так сложно, как оказалось. Но вы связывались с Аллой Борисовной, то есть будет ли интервью у вас на канале? Ну, интервью с Максимом Галкиным наверняка будет. Но пока еще неизвестно, когда именно, то есть в процессе переговоров, я так понимаю. Ну, все известно, я уже сказал, наверняка будет. Хорошо. Подождем. Тут еще спрашивают, а на ваш взгляд, вот как этот выбор делают люди, учитывая, что вы провели огромное количество интервью, в том числе с российскими звездами, часть из них заняла сторону Украины, часть из них все-таки присягнула Путину. И вот как раз анализируя ваше прошлое, опыт общения, могли ли вы это предсказать, то какой выбор сделает тот или иной известный человек с российским паспортом? Нет, я совершенно не мог предсказать очень многого. Это невозможно было предсказать. Я вообще был наивный, я верил, знаете, во что? Вот одно из первых моих обращений во время полномасштабной войны, первое было записано в первый же день, через 15 минут после начала, как только я увидел за окнами взрывы, а второе прямо с улиц Киева через несколько часов. Я обращался к русским матерям, я говорил о том, что в Россию пойдут гробы. Я наивно думал, что там тысяча, две тысячи убитых русских, просто начнутся после этого массовые демонстрации, митинги. Боже, какой я был наивный и глупый. Это фантастика. Я думал, что сейчас все звёзды театра, кино поднимутся, скажут, нет войне. Да, кто-то написал нет войне, кто-то оставил это, кто-то стыдливо потёр это. Понимаете, для меня таким моментом, который меня перевернул, было письмо в поддержку аннексии Крыма в 2014 году российских деятелей культуры. Которые подписали такие люди, что я ахнул. Марк Захаров, человек, который приближал перемены в Советском Союзе своими великолепными фильмами и спектаклями, который был абсолютно либеральным, я же с ним общался неоднократно, на фильмах и спектаклях, которого мы росли. Ну символ поколения. И он туда же, и он подписал это письмо. И таких было много. Сейчас просто не приходят на ум эти фамилии. можно говорить тысячу раз, почему он это сделал. Вот Марк Захаров. Я понимаю, почему. Потому что театр, потому что там бабки видно в театре большие, потому что сказали, ну слушай, ты же уже пожилой человек, ты давай, ну или намекнули, ты давай подпиши это письмо, а то мы у тебя театр заберём, будешь на пенсии никем, похороним не на Новодевичьем кладбище, а на другом месте. Но они в результате испортили себе, чудовищно испортили свои некрологии. Потому что всё пройдёт, останется только то, что Марк Захаров оказался зетником, ватником, путинистом. И всё забудется, обыкновенное чудо забудется, юноная авось забудется, останется только это. Понимаете, там много таких людей. Слушайте, сегодня, когда вопят разные эти путинисты, ну расторгуев газмана, но там клейма негде ставить, то понятно. Даже о них говорить не хочется. Певцов, ну он дурак просто, то есть я допускаю даже, что он в эту галиматью верит. Просто идиот, я знаю, о чём говорю. Машков, тот роль играет тоже, ну и хочет хорошо жить. На Западе не получилось. В Голливуд не взяли. Вернулся озлобленным. Тут все почести, два театра уже дали. Ну естественно, кайф. Буду говорить всё, что скажете. Возглавить штаб Путина возглавлю. Только дайте бабки зарабатывать и прославляйте меня. То есть ими движет это. А есть просто обдолбанные дурачки, которые, несмотря на то, что они хорошие артисты, кстати, хорошие артисты это не повод считать человека умным. Я видел огромное количество великих артистов, которые были просто идиотами в жизни. Ну просто алкоголиками, шизофрениками, идиотами. А на сцене боги. Ну это же, знаете, не всегда совпадает, редко совпадает, когда мозги есть у человека и когда он гениальный актер. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать. Все. Вот интересно, кстати, еще такой параллельные судьбы. Если возьмем фильм «Тремушкетера», как себя ведет Михаил Боярский, как себя ведет Вениамин Смехов. Вы с обоими же общались? Да, конечно. Я с Михаилом Сергеевичем был в очень хороших отношениях. Вы знаете, я вам скажу, что я и с Вениамином Смеховым общался. Смехов, в этом аду находясь, он сохраняет человеческое лицо. Он не встал, не хлопнул дверью. Ну, может, тяжело, возраст, недвижимость в Москве. Я сейчас пытаюсь встать на его место. Значит, театр, все тут, все здесь. Ну, как мне на старости лет куда ехать? Наверное, так. Пытаюсь я как-то. Но он хоть человеческое лицо сохраняет. Михаил Сергеевич, кстати, Боярский, которого я знал долгие годы как очень порядочного и хорошего человека, он, по-моему, так оголтело не высказывается. Он, знаете, почему? Он умный, он все понимает. Ну, опять-таки, сын в Госдуме, на больших должностях, дружба с Путиным. Путин же его на дни рождения к себе приглашал долгие годы. Они гуляли очень узким кругом, я это знаю просто. Кстати, дочь Михаила Сергеевича Боярского, она, насколько я знаю, против войны и против агрессии. Поэтому не все так просто, не все так однозначно. Но я не слышал от Боярского там смерть украинцам и так далее, вот этих зубодробительных речей, которыми отличаются Машков, Газманов, Шаман и прочая гадость. Это гадость, это нечисть просто. И особенная нечисть и гадость, конечно, те бывшие украинские звезды, которые уехали в Россию и которые теперь рассказывают всякую херню с экранов. Вы знаете, периодически хочется плюнуть в экран, чтобы только этого не видеть и не слышать. Это вы кого в первую очередь иметь в виду? Кто остался сейчас? Ну, кто там? Повали, Лорак, да их там тоже немало. Всякие асти, шмасти, страсти и мордасти. Это ужасно, когда ты предатель, когда ты жил здесь, когда ты говорил дома по-украински, когда ты был символом Украины, пел украинские песни потрясающие. Я смотрел Тая Повали, вот сейчас недавно интервью дала татарка или кто-то у неё брала интервью и говорит, татарка её спросила, вот, Дмитрий Гордон что-то сказал о вас то-то-то, и Тая говорит, а Дима всегда говорил, что я очень хорошая певица или лучшая певица. Конечно, я же не говорю, что она плохая певица, она прекрасная певица. Таисия Повали прекрасная певица, она прекрасно пела украинские песни и народные песни, и хиты украинской эстрады. Она была своеобразным символом украинской песни, украинской музыки. И, между прочим, я в своё время был инициатором и продюсером альбома украиноязычных песен, которые записали Таисия Повали и Иосиф Кобзон. Я лично всё организовал, и под моим руководством это всё было, Игорь Лихута помогал. Потому что мне казалось классно, когда украинские песни, это были мои любимые украинские песни, прекрасный альбом вышел, они замечательно пели песню про маму, про самое святое. Она прекрасная певица, подтверждаю, она просто предатель Украины, и она это знает. Она может говорить всё, что угодно, она предала себя, предала маму, предала род свою, предала всё. Оправдывать войну России против Украины невозможно, находясь в трезвом уме и в ясной памяти, или в ясном уме и в трезвой памяти, как угодно. Невозможно. Поэтому все, кто там сейчас находятся и рассказывают про то, что НАТО тут собиралось напасть или прочий бред, я даже не хочу его повторять, это или люди неумные, или люди, которые преследуют корыстные цели. Вопрос ещё от наших зрителей. Спрашивают, Дмитрий, а что с Софией Ротару? Поддерживается ли вы связь? Знаете ли, как она себя чувствует? Во время войны с Софией Михайловной ни разу не общался. До этого общался, конечно. Почему не общаюсь с Софией Михайловной? Почему не позвоню? И даже вот у неё 7 августа будет день рождения, видите, наизусть помню. Я всегда её поздравляю с днём рождения, поздравлял. Не позвоню, не поздравлю. Объясню тоже. София Ротару символ Украины, герой Украины, это звание её, герой Украины, легенда Украины. При мне президент Зеленский ей вручил эту награду в 21-м году, по-моему. Символ Украины. София Ротару для миллионов людей, это Украина. Это, как я не знаю, Юрий Гагарин для России. Это певица, которая спела «Червоную руту», «Черемшину». Ну, это грандиозные украинские песни, которые являются генетическим кодом для любого украинца. И в моём понимании София Михайловна должна была в первый же день войны выйти на экран и сказать «Сволочи!» Обращаясь к русским, «Сволочи! Вон с моей земли! Вон с моей родины! Подонки! Путин! Подонок! Русские матери!» «Не пускайте своих детей на эту бойню! К вам обращаюсь я!» Символ не только Украины, но и когда-то Советского Союза Софии Ротару. Молчание в ответ. Молчание. Мне могут сказать, «Ну, София Михайловна…» Я не знаю, что мне могут сказать, я знаю только одно. В моем понимании София Михайловна должна была это сделать. Она это не сделала. Я очень разочарован, расстроен, до слез. Еще вопрос из Телеграма. Спрашивают, Дмитрий, считаете ли вы Ксению Собчак своей коллегой? Ну, речь идет о Ютубе, конечно. Я считаю Ксению Анатольевну Собчак очень талантливым, одаренным человеком, которая является близкой подругой Владимира Путина, близким человеком к Кремлю, которая, говоря о своих либеральных взглядах, играет роль. Может, у нее есть какие-то либеральные взгляды, не знаю, но то, что она действует или по заданию или согласована с Кремлем, или даже и то, и другое. Для меня это абсолютно, абсолютно очевидно. Ну, и, конечно, вопрос, который не могу не спросить. Я понимаю, что эта фамилия уже притчевоязыцах вообще в Ютубе. Это, конечно, Алексей Арестович. Что с ним происходит, на ваш взгляд? Вы делали с ним большие интервью, в том числе, если не ошибаюсь, у вас в эфире он как раз заявил впервые о таких политических амбициях. Сейчас он прошел по популярным российским Ютуб-каналам и дал несколько больших интервью и Собчак, и Быкову, и Гордеевой. Вот что с ним происходит? У вас есть объяснение? Что с Алексеем Арестовичем? Вы знаете, Алексей Арестович очень талантливый человек, выдающийся, я считаю, авантюрист, выдающийся. Человек, который наделён большими талантами разнообразными в психологии в частности. Я в этом немножко понимаю, он блестящий психолог. Алексей Арестович в моём понимании имеет огромную заслугу историческую в том, что, будучи советником Офиса Президента Украины и находясь полгода вместе с Зеленским и руководством Украины в бункере, он, и не только в бункере, он выполнил роль утешителя миллионов людей в первые месяцы войны. Эта роль будет исторически оценена ещё, потому что когда многие сходили с ума от неопределённости, когда была паника, потому что люди не знали, что будет война, не верили в это и так далее, Арестович сумел успокоить миллионы людей своими спокойными разговорами в эфире. Всё закончится через 2-3 недели, всё будет хорошо. И спас этим очень многих и от самоубийств, и от депрессий, и от ужаса и так далее. Поэтому это его историческая заслуга. Что сегодня происходит с Алексеем, я не понимаю. Я уже сказал, что на мой взгляд здесь 4 варианта. Или он так тонко работает на Украину, потому что он всё-таки сотрудник главного управления военной разведки, мы это знаем. Или это тонкая работа на Украину с какими-то целями, или это работа на Трампа, или это работа на Россию, или это работа на Россию и Трампа. Вот у меня 4 варианта. Ответа на кого работает Алексей Арестович у меня лично нет. Хотелось бы, конечно, с ним поговорить, но не в эфире, а встретиться один на один. Но пока эта встреча невозможна, он не приедет в Украину, а я не уеду из Украины. Вот еще в завершении вопрос от Кирилла. Он спрашивает, Дмитрий Ильич, что вы посоветуете россиянам, которые ушли во внутреннюю миграцию, не имея возможности уехать из России в силу разных обстоятельств, будь это финансы или личные причины, например, наличие болеющих родителей. Спасибо и хорошего дня, с уважением из Московской области вопрос. Кирилл, я очень хорошо знаю историю России и Советского Союза. Я вам скажу определенно, никогда на этой территории не было ничего хорошего, нет и ничего хорошего не будет. Это обреченная земля, это проклятая территория, и я не верю, не верю в то, что на ней возможны фундаментальные перемены. Рабский в массе своей народ, отрицательная селекция, возникшая вследствие геноцида собственного народа своим руководством, всё это мы наблюдаем в течение многих веков. Казалось мне уже дураку, 91-й год путь ГКЧП провалился, Ельцин на танке, потом на трибуне Дома Советов, не, не Дома Советов, где он там был, на трибуне Дома Правительства, Белого Дома. Митинг этот, миллион человек, вот теперь Россия изменится, ну наивный я был человек, нет, она не может измениться, в принципе, они всё равно потом захотели Путина, получили его и рады с ним, счастливы, 25 лет. Поэтому всем, кто находится во внутренней миграции в России, вот замечательный ребёнок нас поддерживает. Я хочу сказать, что я всегда говорю, как бы я делал, уезжайте из России, не губите свою жизнь, уезжайте, хорошего ничего не будет, едьте в Европу, едьте в Америку, едьте в цивилизацию. в России впереди беспросветная тьма, чтобы не сказать хуже. Ну что ж, Дмитрий, спасибо вам большое, что нашли время и вышли к нам сегодня в эфир. Дмитрий Гордон был с нами на связи. Всего вам доброго и до следующего раза. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok